Есть ли сейчас прививки, мы сейчас говорим не только о гриппе, а вообще о всем спектре прививок, когда непосредственно именно вводят вот вирус, и чтобы человек им как-то вот переболел в безопасной форме. Живые, да, вакцины. Живые вакцины. Такие есть? Есть, да. Такие есть. А что произойдет с организмом, который вот такой вот городской организм, ослабленный этими чипсами, кока-колой, стрессами и что у него там еще, когда ему вводят вот такую прививку, живую? Легкая степень болезни часто возникает, часто местные проявления. Не будет общего заболевания, потому что вводится живой лабораторный штамм вируса, ослабленный, который будет способствовать выработке специфического иммунитета к данному конкретному заболеванию. А что прививают такими? Например, вы захотите поехать в Африку на сафари, на ту территорию, где есть желтая лихорадка. И вам обязательно тогда нужна эта прививка? Нет, давайте не про Африку, извините, а что-нибудь из нашего национального календаря. То, что мы должны... Живая коревая вакцина, если вы введете живую коревую вакцину, это лабораторный штамм, у вас заболевания корью не будет, выработаются специфические антитела, которые будут сохраняться пожизненно, и потом в дальнейшем при встрече с больным корью вы не должны болеть. Но дело в том, что вакцинация от кори должна проводиться в детском возрасте, двукратно ее проводят, и все. И это считается достаточным для дальнейшей жизни, для сохранения пожизненного иммунитета. То, что у нас произошло сейчас, это нельзя сказать о том, что иммунитет... Некая вспышка заболеваний кори в Москве произошла в августе. Ну, не эпидемия, конечно, но вспышка. Ну, 22 человека заболело на июле месяце. Это связано с тем, что, видимо, эти пациенты ранее не были привиты от кори, и все. Ну, может быть, там по каким-то либо причинам, может быть, они болели сразу после заболевания, или после заболевания их сразу привили, и были какие-то обстоятельства, полноценный иммунный ответ не выработался. Или вообще их не прививали где-то из глубинки они были. Ну, вы согласны, что живые вакцины, они как раз способствуют возникновению вакцино-ассоциированных штаммов? И такой парадокс. Мы начали прививать от кори массово, у нас растет заболеваемость корью. И на самом деле нельзя отличить... Нет, вы не признаете, да, на самом деле нельзя отличить вакцино-ассоциированный штамм от дикого штамма по проявлению и по клинике. То есть чем человек заболел, или к нему снаружи прилетело, или от вакцины? Нет, нет, нет. Он становится... Асоциированный, который привыкает к вакцине, да? Да, он испускает вирусы, понимаете, и становится... Вот корь после приивки 40 дней. Я не согласна с этим. Конечно, вы не будете согласны. Вот, но тем не менее, если посмотреть статистику того же возрасту, например, ту же Украину, начали в 2017 году прививать массово, у них идет рост заболеваемости. Нет, 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 нет. И у нас точно так же. Давайте так. Вообще-то есть классические цифры. Для того, чтобы не распространялась инфекция в популяции, должно быть не менее 95% привитых. 5% допускается там, потому что их... Вот тут собралось тут у нас 100 человек. Население. То есть, грубо говоря, в городе 95% привитых. Ну нет, на Украине, в Украине, чтобы вы знали, они полностью провалили вакцинацию за последние 10-15 лет. Полностью провалили вакцинацию. И у них вакцинная прослой... Подождите. Так надо же создать прослойку иммунную. А ее нет. И вы хотите, чтобы в 50% привитых не распространялись инфекции? Макро. Продолжение следует...